В отношении, скажем, текущего года, так же, как и предыдущего года, начиная с 2008 года, компания «Российские железные дороги» создала специальный офис антикризисного управления. И, начиная с 2008 года, в этом антикризисном управлении мы, собственно говоря, и находимся. Постоянно. Мы первыми заявили о том, что кризис 2008 года, если не будут приняты международные усилия на международной арене, значит, может развиться во вторую фазу кризиса или вторую волну кризиса. И то, что сегодня Дмитрий Анатольевич говорит, что мы находим, не мы, а глобальная экономика находится в кризисе, на самом деле означает только одно, что возникла вторая волна кризиса, которая была порождена в 2008 году. При этом, естественно, хочу сказать, что мы видим и поддерживаем те усилия государства, которые направлены на создание реальных инструментов борьбы с этим кризисом. Например, могу привести такой пример. В последнее время, вот последняя информация, в Японии, которая потерпела падение ВВП на 1,5% по итогам 2013 года, принято судьбоносное решение о приближении периода строительства высокоскоростной системы на 3-5 лет. То же самое происходит в Чехии, то же самое происходит в Германии, то же самое происходит в Испании, и то же самое происходит в Норвегии. Значит, при этом нам удалось, и мы признательны за это правительству, доказать необходимость сохранения проектов высокоскоростного движения, проектов восточного полигона, модернизации восточного полигона. Однако при этом я слышу слова, которые произносит министр финансов, который говорит о том, опять же, только один инструмент известен, сокращение государственных расходов. Он не говорит, какие расходы нужно сокращать, но точно за счет сокращения зарплат бюджетников или административных расходов аппарата каких-то больших денег не найдешь. Поэтому, если опять возникнет идея сокращения расходов именно на развитие, именно на модернизацию, именно на инновации, то я думаю, что мы будем свидетелями еще большего усугубления экономической и политической ситуации в стране. Продолжение следует...